Всем привет, друзья! С вами Павел Морозов в Сочи, агентство ССР Недвижимость. В этом ролике я вам расскажу о том, на какой стадии у нас находится строительство дома. Мы строим дом на себя на участке, в веселом, как я уже говорил. И сейчас мы находимся на этапе согласования планировок первого этажа и проектировки фундамента. Мы очень плотно общаемся с нашим дизайнером, архитектором Николаем Кристианом, который очень опытный мужчина, он здесь живет более 20 лет, знает все нюансы, все детали. У него в помощниках есть конструктор, который просчитывает нам этот фундамент. И сейчас мне нужна ваша небольшая помощь. Я представлю вашему вниманию несколько различных планировок, которые нам прислал Николай Кристианович. И, кстати, Николай Кристианович, вам привет, если вы меня смотрите. И я хотел бы обсудить их вместе с вами. И так как дом просто это то место, которое нужно приходить и чувствовать себя в комфорте, в безопасности, в какой-то именно такой, и, знаете, это должно быть приятно, в первую очередь, чтобы все было продумано до мельчайших деталей. Ведь, как вы все знаете, детали не имеют решающего значения. Детали решают все. Поэтому я и хочу, чтобы сделать сразу все, как оно надо, чтобы потом ничего не переделывать. И чтобы было все идеально продумано. Именно поэтому мне потребуется ваша помощь. Давайте посмотрим сейчас планировки. И вы мне скажете, где, может быть, я ошибаюсь. Или, может быть, все классно. В общем, я представляю на ваш суд несколько вариантов планировочных решений. первого этажа и также цоколя, в котором будет находиться спортзал, кабинет, котельная и дополнительные вспомогательные помещения, прачечная и так далее. Ну что, давайте смотреть. Сейчас, одну секунду. Так, сейчас я открою переписку с Николаем Христиановичем. Николай Христианович. Итак, ну, время позднее. Вы видите, да, просто сдержался вовсе и решил записать этот ролик просто потому, что это важно. Смотрите, вот у нас, так, медиа, ссылки, документы. Покажу все планировки вам, которые у нас были. Так, а я вам сейчас прям так пролистаю, да, все покажу. Расскажу, кстати, сколько это стоит, и чтобы у вас было понимание в случае необходимости заказа самому такой работы, такого проекта. Так, итак, планировочное решение. Смотрите, вариант первый, вариант второй, вариант третий, так, далее вариант четвертый. Ну, много вариантов он накидал на самом деле, и в итоге мы ему все равно там дали какие-то рекомендации, и он прислал нам еще цоколь, первый вариант. Вот так, скачаемся, и еще в итоге, в итоге, в итоге, в итоге мы ему прислали свои какие-то подсказки, и он переделал уже вот шестой вариант. Сейчас мы все это посмотрим. Итак, первый вариант, давайте посмотрим все. Так, вариант один, открываем. Первый вариант, смотрите, планировка первого этажа. Ну, кстати, чтобы вы понимали, дом, наш дом будет выглядеть примерно следующим образом, сейчас открою медиа, чтобы у вас было понимание, что это значит. Вот смотрите, по рекомендации одного из наших подписчиков, вот смотрите, а именно подписчики, имя, фамилия, дом будет выглядеть примерно вот таким образом. То есть подъезд у нас оттуда, оттуда подъезжаем, мы думали, что гараж на первом этаже сделать, но потом подумали, что это не так интересно в Сочи, в Сочи особо и не нужен гараж. Вот в этом проекте, видите, здесь получается гараж-то вот здесь расположен, да, вот в этой части, да, где-то сверху, видимо, подъезд, но у нас подъезд будет снизу, вот отсюда. И вот здесь мы спереди где-то будем ставить машины, вот тут вот, да, а здесь уже будет сам вход в дом, либо вот с этой стороны вот здесь, либо вообще сзади, либо еще один вариант, вот здесь входим на первый этаж, просто из машины вышли, зашли на первый этаж, этот цоколь, вот как раз с помогательными помещениями, здесь котельная, здесь там мой кабинет, там спортзал, допустим, небольшой, прачка, прачечная и так далее. И поднимаемся по лестнице на второй этаж, первый жилой этаж, вот он, то есть вот это все фундамент, вот это все фундамент дома, вот это фундамент, и там будут забурены сваи, варгелит, грубо говоря, это, ну, и фундамент и будет, как бы, являться у нас первым цокольным этажом. Вот, значит, заборем сваи, варгелит, 8-метровый, скорее всего, обвяжем их ростворком, потом плиту сделаем, которая будет являться полом цоколя, да, поднимем далее выпуски и еще сделаем вот здесь вот, значит, стены цокольного этажа, которые будут также цельномонолитные, и на них плиту поставим, которая будет являться полом первого жилого этажа, то есть вот, пожалуйста, цоколь, первый этаж и второй этаж. На втором этаже таких не будет балконов и крыша будет правильная, то есть без таких разрезов. Просто такую фотографию нашли, а вообще у нас будет немножко другой дом. Принцип такой же, то есть весь фасад в стекле и все такое. Так вот, сейчас идет, речь пойдет о планировке первого жилого этажа, куда мы будем входить, либо вот отсюда, либо нужно будет подняться вот по такой лестнице, и вот оттуда сзади вход. Смотрите, какие варианты нам он дал. Первый вариант вот такой. Нам он не понравился, потому что вот здесь фасад у нас, вот здесь фасад, да, то есть вот этот фасад фактически, он смотрит на горы, понимаете, да, то есть здесь вот горы, вот с этой стороны прям панорамный вид на горы. Поэтому нам не хотелось бы, чтобы он был закрыт. Узкая комната, 2,8 всего, и нам не понравилось. На первом этаже у нас будет комната, но ничего страшного, она будет сзади, а мы хотели вот здесь вот сделать как бы гостиную зону большую. Первый вариант нам не понравился. Второй вариант, ну, скажем так, похожий, да, только там с разницей в то, что здесь там лестница, так, лестница такая же, а в чем тут разница? Вход отсюда, вход оттуда, а лестница с цокольного этажа, действительно, разница невелика здесь какая-то. А, то, что кухня сюда перенес, вот кухню сюда, а диван сюда, то есть наоборот, мы ставим. Ну, нет, это нам не понравилось. Значит, где третий вариант? Третьего варианта он, так, здесь нет, но сейчас мы его посмотрим. Так, секундочку одну, так, секунду. Вариант три, вот он. Мы скачаем быстренько. Вот он. Третий вариант у нас, вот он, то есть это уже более-менее, то есть, грубо говоря, из комнаты выход на задний двор, здесь задний двор такой приличный будет. и получается здесь у нас эта терраса, ну, она терраса в любом случае планировалась, вход вот отсюда, то есть мы поднялись по лестнице и зашли вот отсюда. Но здесь слишком мало места, мне показалось, такая не очень удобная, закуточек такой, а вот сама гостиная мне очень понравилась. Смотрим дальше. Ну, это тоже не предел мечтаний. Четвертый вариант. Вот он. Ой, сейчас, секундочку. Вот так вот. Четвертый вариант. Вот он. Уже вход в дом вот отсюда, но тоже как-то маловато места нам показалось, но принципиально уже интересно. Уже интересно. И, ну, знаете, как вход в дом и сразу в гостиную падаешь, ну, прям вот, ну, грубо говоря, там на диван сразу падаешь, тоже как-то не очень. А так, вполне интересно. Санузел на первом этаже общий, но тут, по сути, только одна жилая комната, поэтому фактически вот это, ну, он не в комнате, да, как в идеале должно быть, но все равно на одном этаже. Неплохая планировка, кстати. Пятый вариант. Это у нас вот уже близкий к идеальному, да, то есть, ну, единственный ниван, что диван закрывает часть фасада. Нам не хотелось бы так, потому что, ну, сами понимаете, фасад это красота, это сюда в перспективе будет выход организован на террасу и вид на горы, и вообще, ну, но здесь уже, видите, сквозной проход, вход в дом сзади уже идет, да, это интересно. Из комнаты также есть выход, ну, не знаю, насколько он нужен, мне кажется, смысла нет, нужно и стекло поставить, просто выход отсюда осуществить. Вот, ну, в общем, вот так, шестой вариант, вот нам, нам больше всего понравился шестой вариант, вот он, вариант 6. Он нам показался идеальным. Вот я хочу выставить на всеобщее обсуждение. Смотрите, вот комната просто со стеклом, то есть, если она хочет вычить, человеком вывезти вот так. Допустим, в перспективе Алиса подрастет и будет жить здесь, например, да, с удочкой. А мы на втором этаже, здесь две комнаты. Второй этаж, планировка вот так делится пополам, здесь как бы жилая зона и здесь жилая зона, вот на втором этаже вот так вот делится. Поэтому, ну, там все просто на самом деле. Там особо не пофантазируешь. Вот здесь, смотрите, огромная такая кухня, кухня-гостиная, 42,8 квадратных метра. Здесь и обеденная зона, есть и хорошая кухня такая. И, как вы, ну, уже видите, диван, который не закрывает панораму гор. Здесь небольшой камин подвесной и телевизор, который тоже подвесной. Можно как-то зонировать или вверх его убрать, вообще поднять, допустим, да, если он не нужен, допустим, какое-то мероприятие. Или наоборот, опустить его. В общем, это подвесной телевизор, тоже классное решение. Камин, ну, камин – это классика. Это всегда приветствуется, как говорится. И получается вот санузел. И вход в дом, как есть, как, допустим, с цоколя, вы поднялись по лестнице и попали сюда. Либо просто подъехали, по лестнице поднялись, обошли, зашли сюда сзади. А здесь же задний двор. Вот такой вариант. Мне он очень нравится. Также под цоколем. Смотрите, вот цоколь у нас два варианта. В двух вариантах. Первый вариант под цоколем вот такой. Но, видите, цоколь больше, чем по площади, чем первый этаж. То есть, первый этаж у нас вот так примерно, да. А цоколь здесь, ну, квадратов на 30, на 40 больше. Но, думаем, если он слишком дорогой выйдет, не хотелось бы слишком дорогой, конечно, 2 миллиона фунда не хотелось бы вкладываться. Вот первый вариант. По-моему, мне не очень такой, как бы, спотзал маленький. Здесь что должно было быть? Мой кабинет, прихожая небольшая, гардеробная, где будут храниться вещи, которые мы не носим в этот сезон. Санузел, потому что, ну, с душем, душевая, да, потому что спортзал вышел, помылся и пошел наверх. Прачечная, хвост-помещение и котельная с отдельным входом. Ну, по логике все верно. Но мы попросили сделать второй вариант. Вот такой вот. Он больше нам казалось таким интересным. То есть, спортзал большой, 39 квадратов. Ну, на самом деле, можно и в 25 квадратах сделать спортзал. Но 39 лучше, чем 25. Вот. И здесь все то же самое есть. Кабинет небольшой, котельная, большой спортзал, прачечная небольшая, гардеробная меньше, конечно. Небольшой санузел, с душевой, хоз-помещение, прихожая. Чтобы вы поменяли. Вот у меня вопрос. Мы склоняемся к этому варианту, либо второй вариант будет, мы все вообще уменьшим вот так до размера самого дома. Если это будет дороже, допустим, вот если это дороже полутора миллионов будет, да, то мы откажемся от этого и сделаем фундамент по размеру дома самого. А то так получится, что фундамент дороговат. У меня к вам вопрос. Вот шестая планировка, да, сейчас вам покажу. Вот шестая планировка дома. Нравится ли она вам, и чтобы вы здесь изменили? В доме будет проживать, получается, ну, 4-5 человек. Вот. На втором этаже, это первый жилой этаж, на втором этаже планируются две спальни, две спальни. Вот. Ну, исходя из этого. Здесь очень удобно было принимать друзей, и гостей, и друзей, и гостей на большом диване, смотреть, киношки с камином, с панамом, видом на горе. Покушали, пожалуйста, сюда, например. Ну, очень удобно. Гости могли бы оставаться здесь, пока Алиса не проросла. Как-то так, друзья, жду от вас ответов, но и также, кто хочет следить за нашей стройкой, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Здесь будет выкладываться в ближайшее время уже начальный этап строительства. Вот. Как только мы все это согласуем, сейчас на данный момент, на данный момент конструктор просчитывает сам фундамент. То есть, это архитектор и дизайнер сделал свое дело. Теперь конструктор просчитывает фундамент, какие там конкретно сваи и так далее. Вот. Собственно, все. Жду от вас тогда обратной связи. Понравилась ли вам планировка? Если да, то поставьте лайк. Если нет, то напишите, чтобы вы изменили. С вами был Павел Мороз в Сочи. Всем всего хорошего, друзья. Удачи по жизни. Побольше денег и здоровья вам и вашим близким. Всем пока.